на озере у берега была причалена чужая лодка возле стояли два индейца ожидая ник с отцом перешли на корму индейцы оттолкнули лодку и один из них сел на весла дядя джордж сел на корму другой лодки молодой индейец столкнул ее в воду и тоже сел на весла обе лодки отплыли в темноте ник слышал скрип уключен другой лодки далеко впереди в тумане индейцы гребли короткими резкими рывками ник прислонился к отцу тот обнял его за плечи на воде было холодно индейец греб изо всех сил но другая лодка все время шла впереди в тумане куда мы едем папа спросил ник на ту сторону в индейский поселок там одна индианка тяжело больна сказал когда они добрались другая лодка была уже на берегу дядя джордж в темноте курил сигару молодой индейец вытащил их лодку на песок дядя джордж дал обоим индейцам по сигаре от берега они пошли лугом по траве насквозь промокшие от росы впереди молодой индейец нес фонарь затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу уходившую вдаль к холмам на дороге было гораздо светлее так как по обе стороны деревья были вырублены водой индейец остановился и погасил фонарь и они пошли дальше по дороге за поворотом на них слоем выбежала собака впереди светились огни лачук где жили индейцы корьевщики еще несколько собак кинулась на них индейцы прогнали собак назад к вачугам в окне ближней вачуге светился огонь в дверях стояла старуха держа лампу внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка она мучилась родами уже третьи сутки все старухи поселка собрались возле нее мужчины ушли подальше они сидели и курили в темноте на дороге где не было слышно ее криков она опять начала кричать как раз в ту минуту когда оба индейца и ник вслед за отцом и дядей джорджем вошли в барак она лежала на нижних нарах живот ее горой поднимался под одеялом голова была повернута на бок на верхних нарах лежал ее муж три дня тому назад он сильно поранил ногу топором он курил трубку в очуге очень дурно пахло отец ника велел поставить воды на очаг и пока она нагревалась говорил с ником видишь ник сказал он у этой женщины должен родиться ребенок я знаю сказал ник ничего ты не знаешь слушай что тебе говорят то что с ней сейчас происходит называется родовые схватки ребенок хочет родиться и она хочет чтобы он родился все ее мышцы напрягаются для того чтобы помочь ему родиться вот что происходит когда она кричит понимаю сказал ник в эту минуту женщина опять закричала ух папа сказал ник разве ты не можешь дать ей чего-нибудь чтобы она не кричала со мной нет анестезирующих средств ответил отец но ее крики не имеют значения я не слышу ее криков потому что они не имеют значения на верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене другая женщина в кухне знаком показала доктору что вода вскипела отец ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз в котел он положил какие-то инструменты которые принес с собой завернутыми в носовой платок это должно прокипеть сказал он и опустив руки в таз стал тереть их мылом принесенным с собой из лагеря ник смотрел как отец трет мылом то одну то другую руку проделывая это с большим старанием отец одновременно говорил с ником видишь ли ник ребенку полагается идти головой вперед но это не всегда так бывает когда это не так он всем доставляет массу хлопот может быть понадобится операция сейчас увидим когда он убедился что руки вымыты чисто он прошел обратно в комнату и приступил к делу отверни одеяло джордж сказал он я не хочу к нему прикасаться позже когда началась операция дядя джордж и трое индейцев держали женщину она укусила дядю джорджа за руку и он сказал ах сукина дочь и молодой индейц который вез его через озеро засмеялся ник держал таз все это тянулось очень долго отец ника подхватил ребенка шлепнул его чтобы вызвать дыхание и передал старухе видишь ник это мальчик сказал он ну как тебе нравится быть моим ассистентом ничего сказал ник он смотрел в сторону чтобы не видеть что делает отец так ну теперь все сказал отец и бросил что-то в таз ник не смотрел туда ну сказал отец теперь только наложить швы можешь смотреть ник или нет как хочешь я сейчас буду зашивать разрез ник не стал смотреть всякое любопытство у него давно пропала отец кончил и выпрямился дядя джордж и индейцы тоже поднялись ник отнес таз на кухню дядя джордж посмотрел на свою руку молодой индейц усмехнулся сейчас я промою тебе перекисью джордж сказал доктор он наклонился над индианкой она теперь лежала совсем спокойно с закрытыми глазами она была очень бледна она не сознавала ни что с ее ребенком не что делается вокруг я приеду завтра сказал доктор сиделка из сент агнеса наверно будет здесь в полдень и привезет все что нужно он был возбужден и разговорчив как футболист после удачного матча вот случай о котором стоит написать в медицинский журнал джордж сказал он кесарево сечения при помощи складного ножа и швы из девятифутовой вяленой жилы дядя джордж стоял прислонившись к стене и разглядывал свою руку ну еще бы ты у нас знаменитый хирург сказал он надо взглянуть на счастливого отца им пожалуй все хуже приходится при этих маленьких семейных событиях сказал отец ника хотя должен сказать он это перенес на редкость спокойно он откинул одеяло с головы индейца рука его попала во что-то мокрое он стал на край нижней койке держа в руках лампу и заглянул наверх индейец лежала лицом к стене горло у него было перерезано от уха до уха кровь лужей собралась в том месте где доски прогнулись под тяжестью его тела голова его лежала на левой руке открытая бритва лезвием вверх валялась среди одеял уведи ника джордж сказал доктор но он поздно спохватился нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца когда тот держа в руках лампу повернул голову индейца начинало светать когда они шли обратно по дороге к озеру никогда себе не прощу что взял тебя с собой ник сказал отец все его недавнее возбуждение прошло надо ж было случиться такой истории что женщинам всегда так трудно когда у них родятся дети спросил ник нет это был совершенно исключительный случай почему он убил себя папа не знаю ник не мог вынести должно быть а часто мужчины себя убивают нет ник не очень а женщины еще реже никогда иногда случается папа да куда пошел дядя джордж он сейчас придет трудно умирать папа нет я думаю это совсем не трудно ник все зависит от обстоятельства они сидели в лодке ник на корме отец на веслах солнце вставало над холмами плеснулся окунь и по воде пошли круги ник опустил руку в воду в резком холоде утра вода казалась теплой в этот ранний час на озере в лодке возле отца сидевшего на ник был совершенно уверен что никогда не умрет